Алло Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Магомед, меня зовут Эдгар Саймон, очень приятно с вами познакомиться. Как ваше настроение, Магомед? Да как Эдгар? Эдгар запасен? Нет, нет, нет. Эдгар Саймон. Эдгар Саймон? Да, Саймон меня Эдгар зовут. Вы иностранец, что ли? Нет, нет, нет. У меня просто папа великобританец, если вы про фамилию. А сам я русский. Великобританец? А Магомед, смотрите, поздравить. А Саймон это имя или это что Саймон? Это имя? Саймон это фамилия. Эдгар это имя. Эдгар Саймон. Магомед, смотрите, звоню вас поздравить с успешной регистрацией вашего эмиссионного счета Газпром в проекте. Я так понимаю, вы хотели бы приступить к активации вашего эмиссионного счета или у вас остались какие-то вопросы? Да можно приступать, конечно, ничего не приступать. Хорошо, смотрите, с вами ранее общался Менеджер Владимиров? Не знаю. Может быть, не помните. Ну хорошо, Магомед, смотрите, давайте так, по регламенту компании я вам должен задать буквально несколько вопросов, чтобы я мог понимать, можем мы вообще с вами работать или нет. Договорились? Ну конечно, ну что это? Вопросы. Ну вот и прекрасно. Магомед, сколько вам полных лет? 42. 42? Я понял. А в стране находитесь легально? То есть есть какой-то документ, который подтверждает вашу личность? Там паспорт, вид на жительство? Какой стране? В Германии? В России. В России. Я в России, да, живу в России. В России живу. Легально, правильно? Угу. Хорошо, Магомед, смотрите, давайте поступим следующим образом. К нам очень много людей приходят с разных направлений, с разных сфер. Зачастую это, знаете, сферы медицины, медицины сферы, сферы адвокатуры и так далее. То есть строители, ну разные очень люди. Вот вы вообще являетесь специалистом в каком направлении сами? Строительный бизнес? Я отправлял ее показать. Что-что? Строительный бизнес. У вас свой строительный бизнес? Почему свой-то? Круто, круто. Ну а чей же? Вы же говорите строительный бизнес. Вас же, я так понимаю, правильно? Или с другом, с напарником, не знаю. Я работаю в строительном. А, я понял, строительном. Ну хорошо, я так понимаю, устаете, наверное, очень сильно? Да почему устаю-то? Ну, поверьте, я сам работал на стройке и знаю, как люди там устают, как я тогда уставал. Я же не строительный в работе. А кем вы работаете? Инженером. А, инженером? Ну, это тоже, поверьте, нелегко, я думаю, правильно? Угу. Наверное, график у вас в Ливском. А, так. Я в прошлой неделе с Воронежа говорил, что из-за карантина, из-за того, что постоянно сокращают зарплаты в Штаты, у них зарплата просто очень сильно упала. У вас вообще как с этим? Сколько получается в месяц, в месяц, в месяц зарабатывать? Ну, нормально получается. Нормально. Можно приступать. Сколько вы бы хотели зарабатывать и так далее. Именно поэтому мне нужно понимать, сколько вы сами зарабатываете. 100 тысяч рублей. Это вы официально, да, работаете? Официально. Я понял. Вы после работы или вы, не знаю, приболели? А то вы что-то как-то так устрашиваете. Приболел, приболел. Канаровирус. На, вы приболели. Коронавирус, серьезно? Да, да, серьезно. Я понял. Ну, выздоравливайте. Спасибо. Алло. Алло, да. Хорошо, а долго вы уже болеете? Нет, недолго. А как же так получилось? Что прививку не делали или что? Прививку делали. Почему? Делали. Я понял. Ну, ничего страшного. Вы поправитесь, и все будет у вас хорошо. Смотрите. Ну, вот и правильно. Самое главное, что вы верите в то, что вы поправитесь. А остальное уже пустяки. Правильно? Конечно. Вот и прекрасно. Хорошо. Смотрите. Как мы с вами будем работать? Алло. Да, да, да. Как работаю? Позвонили. Смотрите. Кстати, Магомед. Да. Как вы считаете, в чем залог успеха в этой сфере? В любой вообще, как вы думаете? Не знаю. Я же не работал в этой сфере. Ну, вообще, к примеру, да, возьмем сферу строительства. Как вы думаете, какой залог успеха стать хорошим сфере бизнесменом? Ну, я же не бизнесмен. Ну, вообще, я просто к примеру говорю. Знаете, какое? Это когда человек приходит с какой-то определенной целью. В нашей сфере обычно существует два типа людей. То есть первый тип людей – это люди, которые инвестора, да, там, бизнесмен и предприниматели. Они ищут, куда можно инвестировать свои деньги, чтобы они со спокойной душой просто лежали и умножались. Понимаете? Накопительный счет называется. Второй тип людей – это люди более, знаете, которые ищут для себя стабильный доход. Дополнительный. Из-за того, что, знаете, к примеру, там кто-то понабирался долгов, кредитов, ипотек. Вот ты пытаешься сейчас, как говорится, это все расхлебывать. Вы к какому себя типу людей относите? К первому. А, вы бизнесмен? Нет. А почему тогда к первому? Я хочу быть бизнесменом. А, ну, хотите стать бизнесменом, конечно. Какая у вас цель? Стать бизнесменом. Ну, какая у вас цель? Стать бизнесменом – это, знаете, такая цель, как стать летчиком либо космонавтом. Но сейчас вы приходите в нашу сферу. Я вам предоставляю возможность заработка денег. Вот скажите, ради чего вы ходите на работу? Вот, не знаю, деньги для чего вам нужны? Копите, не знаю, что-то, может быть, откладываете. Может быть, да. Не откладываю, значит. Не откладываете? Ну, хорошо. А с какой целью пришли зарабатывать, Магомед? Чтоб деньги были. Ну, деньги были – это, знаете, понятно, такое растяжимое. Мне, к примеру, деньги нужны, да, там, чтобы купить своим детям дом, квартиры и так далее. Вот вам ради чего? Зачем вам нужны деньги? Купить детям дом, квартиры и дом. А вы за мной повторяете, Магомед? Такое чисто, будто бы вы, ну, серьезно жили тут и закручивали со мной. Я с вами серьезно общаюсь, а вы как-то не серьезно. Я серьезно очень, я серьезно очень. Хорошо. Мне нужна, Магомед, именно конкретная цель, ради чего вы сюда пришли. Повторять за мной не нужно. Заработать. А зачем вам зарабатывать? Ну, чтоб деньги были. Ну, это понятно. Я вам после этого и задал, говорю, Магомед, а вот вы говорите, чтобы деньги были, а зачем они вам? Чтоб тратить их на что-нибудь. Тратить, хорошо. То есть, ваша цель – это заработать и потратить, правильно? Или все-таки заработать и что-то купить, накопить, не знаю. Купить – это то же самое, что потратить. Ну, почему? Трата денег – это попусту, когда нет смысла. Но можно купить то, что вам принесет пользу, правильно? В нашей сфере мы покупаем акции и продаем их подороже. Покупаем подешевле, продаем подороже. Мы занимаемся инвестициями. Вот и все. Все довольно просто. Хорошо, смотрите. Я так понимаю, ну, так же в 21-м году связались, правильно, с кредитами наверняка, там, ипотеки, долги у вас есть. Ага. Хорошо. А много кредита? Ага. На что брали? Много, да. Ну, много – это сколько? На что брали? Да, по-разному. По-разному в каком смысле? Ну, всякое барахло там брали. Я понял. А так зачем тогда на это кредит брать? На барахло-то? Ну, надо было-то. Ну, надо было. Теперь надо отдавать, правильно? А много осталось отдавать, Магомед, сейчас? Сколько кредита у вас? Много осталось. Ну, в рублях сколько? Коммерческая тайна. Ну, и что, что вы мне скажете? Смотрите, если вы мне скажете, сколько вы платите, к примеру, каждый месяц, я могу понимать, сколько вы можете зарабатывать для того, чтобы платить спокойно за кредиты, понимаете? Ааа. Сколько вы могли бы зарабатывать и так далее? Конечно же. Я вам предоставляю заработок, я вам предоставляю стратегию дохода. Пять миллионов. Если я понимаю, что... Пять миллионов, да. Пять миллионов. А каждый месяц сколько платите? Нормально плачу по сто тысяч рублей. Вы так говорили, сказали просто, знаете, то, что вы взяли кредит на барахло, ну, я думаю, барахло пять миллионов не стоит. Это либо на машину, что ли, брали, или, ну, не знаю, на квартиру, или как? Ну, да-да, конечно. Что да-да? Машина, квартира, да. Я понял. Такое чувство, будто вы просто за мной повторяете, что я вам говорю. Да почему нет? Ну, не знаю. Хорошо, Магомед, смотрите, как вы будете зарабатывать. Через полчаса у нас с вами начинается торговая сессия по компании Ростнифт. Слышали что-то об этой компании? Да, а что по-моему слышать? Ну, Ростнифт, да. То что? Ну, а вы знали то, что компания Газпром будет поставлять 10 миллионов кубометров газа через Северный поток-2 Ростнефти? Как вы думаете? Знаете об этом? Я никак не думаю. Я не знаю. Не слышали? По первому каналу показывали. По какому каналу? По первому каналу показывали. Когда это показывали? Что-что? Ну, сейчас в новостях можете иногда видеть то, что сейчас компания Газпром предоставляет газ проекту Ростнифт. Вы что, об этом не слышали, не видели Магомед? По первому каналу? Ну, конечно. А где там показывали? Магомед, вы телевизор смотрите вообще новости? Смотрю. А где по первому каналу показывали? В телевизоре, Магомед. Ну, что вы за глупые вопросы задаете? Где по первому каналу? А я вам говорю, что... В какой передаче? Что-что? Передача какая-то. Алло. В какой передаче показывали? Что именно показывали? Вот об этом. В какой передаче говорили? Я вам просто говорю, по новостям это все показывают. Какие новости, как переводят? Передача как называется по новости? Я что, телевизор смотрю? Ну, вы же знаете. Россия 24, к примеру. Россия 24. Россия 24 по телевизору? Ну не, по компьютеру же я вам ответил. А в каком-то регионе показывает телеканал «Россия-20». Магомед, вы мне запрос устраиваете. Я вам сказал, на чем вы будете зарабатывать. Что за глупые вопросы? По какому региону вы можете еще скажите, кто это говорил и так далее. Позалийте в интернет, посмотрите, что это так и есть на самом деле. Игорь Сечин, представитель «Роснефти», написал письмо Владимиру Владимировичу, чтобы он разрешил «Газпрому» поставлять газ. Поэтому капитализация компании «Роснефть» вырастет на 37 миллиардов рублей. И как вы думаете, вместе с этим самым акцией компании «Роснефть» вырастет в стыне? Не знаю. Ну как это не знаете? Я же не разбираюсь. Я же не Владимир... Я вам логичные вопросы задаю, Магомед. Я же не Владимир Владимирович Сечин. Я же не знаю. Магомед, вы меня немножко не поняли. Я вам говорю, давайте подумаем логично. Если у компании становится много денег. Вот этот вот Владимир Владимирович Сечин, это кто он такой? Какой Владимир Владимирович Сечин? А вы же сказали, Владимир Владимирович Сечин. Я сказал, Игорь Сечин написал письмо Владимиру Владимировичу Путину. А Игорь, у него отчество какое? Что-что? Отчество какое. А зачем вы у меня спрашиваете, если вы все равно знаете? Я не знаю. Игорь Иванович Сечин. А, понятно. Вы меня проверяете листой, или вы какое-то, ну не знаю, такое чувство, будто бы вы в цирку какую-то устраиваете. А мне просто интересно, я новости не смотрю уже давно. А, так почему же, а с чем вы занимаетесь все время? Рыбу ловлю на речке. Рыбу ловите. А где ловите? Ираков. В речке? Ну в какой речке? Она небольшая здесь речушка. Не, а где эта речка? Вологде. Где-где-где-где? Вологде-где-где. А где Вологде? А где именно? Где Вологде? Спрашиваете? Да, а где именно? Приезжайте, я вас поожиданно. Нет, я вам спрашиваю, где именно? Расскажите мне. Ну где именно Вологде? Речка называется Вологде. Хорошо, а где именно вы ловите рыбу? Где именно вы ловите рыбу? В каком месте? Ну как вам объяснить? Да вот как понять? Как я могу объяснить, в каком месте? А как я могу объяснить и дать ответы на ваши глупые вопросы, которые вы мне задаете? То же самое. Ну серьезно, Магомед. Ну я понял. Ну да. Магомед, смотрите, я вам предоставляю возможность заработка. Вы пришли сюда зарабатывать, правильно? Конечно. Правильно? Конечно. Ну вот. Вы хотите попробовать себя в этой серии? Попробовать заработать? Конечно хочу. Я вам предоставляю человека, который будет вас обучать. Он будет вам, Магомед, рассказывать, как вы будете зарабатывать и помогать. Человека. Как вы думаете? Что-что? Супер. Вот и прекрасно. Как вы думаете, из-за того, что вам будут помогать люди, аналитический отдел зарабатывать, вы будете спокойнее? Конечно. Ну вот и прекрасно. Хорошо, Магомед, вопросы есть у вас какие-то? Нет. Значит, начинаем работать, правильно? Конечно. Ну хорошо, Магомед. Минимальная сумма для того, чтобы войти в рынок и хотя бы купить немного акций, естественно, и поработать там первый месяц, это 100 евро, 8600 рублей. Эта сумма для вас доступна сейчас? Конечно. На какой карте? На банковской. Ну это понятно, говорю, каким банком пользуетесь? Сбербанка. Вы так здраво говорите, вы так сильно хотите начать зарабатывать или что? Хочу зарабатывать, да. Ну и правильно, хорошо. А, Магомед, есть у вас какие-то вопросы? Задавайте, не стесняйтесь. Нету. Нету, точно? Точно. Такое чувство, будто бы вы немножко переживаете. Я не переживаю, на бачка базу. А, голова болит, хорошо. А, то есть, я так понимаю, для активации вашего инвестиционного счета сумма в размере 8600 рублей доступна у вас на карте Сбербанка, правильно? Ага. Хорошо. Вопросы еще есть какие-то? Задавайте. Нету. Хорошо. Карточка Сбербанка у вас в какой платежной системе? Виза, мастер-карт? Мастер-карты. Смотрите, Магомед, возьмите сейчас свою карту в руки, посмотрите, есть ли в правом верхнем углу крестик. Нету крестик. Нет, возьмите. Да я же знаю, что там крестик, конечно. Вы посмотрите. Я вам говорю, проверить. Возьмите карту в руки, посмотрите. Я не могу ее взять в руки, она у меня в телефоне. А у вас нету именно карты, не знаю, в кошельке, либо в кармане? Почему? Ну, она, зачем мне идти до кошелька, если у меня она в телефоне? Хорошо, тогда смотрите, как мы будем с вами работать дальше. Ватсапом, Телеграмом, Вайбером пользуетесь? Ватсапом пользуетесь? Да, да, конечно. Ватсап у вас на номере 973, ой, 973 в конце, правильно? Ну, конечно, какой, других номеров нету. Хорошо, ставьте меня на громкую связь, заходите ватсап. Так, захожу ватсап. Захожу ватсап, зашел ватсап. Отлично. Оставили меня на громкую связь? Я, да, слушаю, конечно. Все, отлично. Смотрите, я вас сейчас добавлю ватсап буквально одну секундочку. Хорошо? Конечно. Конечно. Как ваше настроение? Какое настроение? Ну, ваше настроение. Ну, а какое должно быть настроение? Я у вас не спрашиваю, как ваше настроение сейчас? Ну, как настроение? Ну, как оно настроение? Ну, хорошее, плохое? Плохое. Почему? Из-за того, что болеете? Болею, да. Я понял. Так, смотрите, я вас добавил ватсап, Магомед. Вам напишет моя помощница? Ага. Зайдите ватсап. Захожу ватсап. Зашел ватсап. Вам напишет моя помощница. Так, напишу. Видите сообщение? Нету пока никаких сообщений. А, я так понимаю, пока я с вами общаюсь, вас в интернете не ловит, правильно? Наверное. Давайте я вас ватсапе сейчас наберу. Не надо ватсап. Или у вас есть в... Почему? Ватсапе плохо связь. Я не люблю ватсап. Нет, я просто не смогу с вами пообщаться, потому что вас в интернете не ловит, пока я с вами разговариваю. Понимаете? А вы мне одна слова скажите. У меня высшее техническое образование. Я все понимаю. Я умный. Нет, мне нужно, чтобы вы зашли ватсап, я вам скину ссылку для активации. Для пополнения вашего инвестиционного счета. А, да скиньте, конечно, вы ссылку скиньте, да и все. Ссылка на что это будет? Ну. Что-что? На что ссылка будет? На какую это все? Ссылка на активацию вашего инвестиционного счета, с которым вы уже будете зарабатывать. Ссылка это на что? Вы просто... На сайт? На пополнение. На пополнение. На сайт будет какой-то? На терминал торговый. А кого вы пополняете и где будете пополнять кого? Пополнять вы будете свой инвестиционный счет. А у меня его нет. Онлайн терминал. У меня нет счета. Он у вас есть. Он у вас есть, регистрированный на вашу почту. Когда вы оставляли анкету, для вас сформировался инвестиционный счет. Вам нужно его просто пополнить. Вы сейчас сами убедитесь. Я понял. Зайдите ватсап. Я понял. Реквизитный счет, скажите, пожалуйста. Так я вам сейчас... Зайдите ватсап и я вам все скину. Давайте скидывайте, конечно. Я вам тогда должен набрать ватсапе сейчас. Хорошо? Ватсапе я там очень плохо. Я не люблю ватсапе. Ну, хорошо. Давайте тогда делаем по-другому. Сбербанк у вас мастер, правильно? Мастер-карт. Конечно, правильно. Смотрите, у нас есть два метода активации вашего инвестиционного счета. Первый метод активации вы делаете все самостоятельно через приложение своего онлайн-банкинга. У вас есть приложение вашего банка? Конечно, есть. Сбербанк. Вы просто заходите в приложение Сбербанка, я вам формулирую корреспондентский счет для конвертации ваших средств. Вы делаете перевод, вам приходит смс-очка с кодом и суммой. Сумму проверяете, код вставляете, сбрасываете мне квитанцию на ватсап. То есть ничего сложного, как обычный перевод. Второй метод активации я делаю... Что-что? Я понял. Говорю, второй метод активации через внутренний терминал компании по международному регламенту. Смотрите, как вы это делаете. Я запрашиваю письмо в финансовый департамент вашего банка и отправляю публичные данные вашей карты для активации. То есть какой картой вы будете работать. Для этого мне нужно просто публичные данные вашей карты, никакие кодовые слова, никакие пароли. Просто те данные, которые нанесены на карту. Какой метод вам больше подходит? Второй метод занимает 2 минуты. Метод номер 1. Нет, нравится. Первый метод? Номер 1. Первый метод, правильно? Номер 1. Хорошо, заходите в ваше приложение онлайн банка. Так, заходу. Так, 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 зашел. Зашли. Видите кнопочку платежи и переводы? Так, внизу вижу, нажал. Нажимайте. Нажал, нажал. Дальше есть кнопочка переводы, есть? Конечно, есть. Нажимайте. Нажал. Дальше говорите, что видите перед своими глазами. Ну, варианты выбора, там, переводы, куда-то. Ну, хорошо, называйте мне вариант, я вам скажу, какой для вас будет удобный. Да вы скажите, какой надо, зашел. Вы говорите, я хочу слышать, смотреть, где вы сейчас находитесь. Да вы скажите, куда нажимать, да я нажму, нашел. Магомед, давайте не будем устраивать цирк. Я вам сейчас помогаю сделать активацию. Давайте, говорите, что вы видите перед своими глазами, Магомед. Ну, я же вам говорю, вам здесь коллеги кнопку нажимать, а я буду нажимать. Я не могу понять, что у вас перед глазами. Поле вверху, поиск там есть, на поиске нажать что-то. Смотрите, нажали переводы, правильно, там есть, а на карту любого банка, либо на счет, правильно, есть такое? Да, конечно, конечно, да. Что есть? На карту любого банка на счет, физическому лицу. Нажимайте, на карту любого банка. Так, на карту любого банка нажал, ну я же вас так и говорю. Так, нажал. Все, нажали. Дальше что видите? Ну, варианты выбора моя, карта, с которой писать. И карту надо... Да, и куда, и куда, правильно? Ну, конечно, куда. Я вам сейчас диктую номер, я вам сейчас диктую номер вашего инвестиционного счета, по которому будете работать, который будете пополнять. Конечно. И спеша по две цифры, пишите. Давайте, давайте, пишу, у меня вот как раз. 55. Так, так, 55. 36. 36. Так, нет. Так. 40. Угу. 31. Так. 71. Угу. 45. Угу. 81. Так. Теперь, что мы с вами не запустили ошибку, продиктуйте то, что вы написали. Ну, 55, 36, 91, 40, 31, 71, 45, 81. Правильно. Теперь смотрите, немножко ниже, что есть у вас. Сумма, правильно, списать? Конечно, сумма надо списать, обязательно. Пишите, сумма 8600 рублей. Так, 8, так, 8600 рублей. Так, написал. Нажимайте далее, перевести. А это что за... Куда перевести стоит? Что такое? Ну, нажимайте кнопочку перевести, вы делаете активацию своего инвестиционного счета. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ахманов Евгений Александрович? Да, это человек, который будет вам помогать в конвертации вашего средства. Нажали перевести. Ему деньги перевозим. Нет, смотрите, этот человек вы переводите на свой личный инвестиционный счет. Этот человек помогает вам конвертировать ваши средства, то есть делать рублей в доллары. Без него... Вот, он вам помогает сделать так, чтобы вы сделали с рублей в доллары, вот и все. Ну, я понял, конечно. Да-да-да, вот этот Тарас, ой, как его, Микола. Как его зовут-то, я забыл еще. Кого? Вот этого, которого сейчас назвали. Тарас, Микола, как его зовут-то, кому я перевожу? Нет, Рахманов Евгений Александрович. Ну да, Рахманов. Так он кто такой этот Рахман? Кто он такой вообще? Рахманов, смотрите, вы когда... Вспомните, вы обменивали когда-то валюту? Конечно, обменивали, конечно. Вот, вспомните время, когда вы приходите в обменник, и есть человек, который вам помогает, правильно, кассир? Конечно, помогает кассир. Он вам выписывает чеки, правильно? И через него вы делаете конвертацию. Ну да-да. Вот и все, то есть это точно такое же. Это точно такой же человек, как, к примеру, та женщина, которая вам помогала в обменниках валют. Здесь все точно так же, вы делаете активацию и конвертируете свои деньги с рублей в доллары. Нормально. Все. Понятно вам это? Понятно, да. Значит, смотрите, вы мне скан, сделайте скан его паспорта. Здесь серия, номер, фамилия, имя, отчество, дата выдачи этого Рахмана. Зачем? И скиньте мне на WhatsApp скан паспорта. А как я могу сделать скан паспорта человека, который отвечает за финансовую безопасность нашей компании? Что за финансовая безопасность? Финансовая безопасность – это финансовый департамент. Это люди, которые отвечают за конвертацию ваших денег для начисления вашего баланса и помогают вам в обменниках. Я это объясняю. Раз он доверенное лицо, которое я перевожу ему деньги, а он уже потом его конвертирует, значит мне нужны его паспортные данные, потому что он потом… А как я могу, я вам ничем не смогу помочь, как я могу это сделать? Убежите потом с вами 1600 рублей. Ну поверьте, я зарабатываю от того, что вы зарабатываете. Мне нужно делать так, чтобы вы потеряли, я получаю 11% комиссии от того, сколько вы денег выведите. Если вы выведите 100 рублей, я получу 10. Если вы выведите 10 тысяч рублей, я получу 1000. Если вы выведите 100 тысяч рублей, я получу 10 тысяч. То есть мне выгодно делать так, чтобы вы зарабатывали, не теряли. 10% это 11 тысяч. Ну ладно, ничего страшного. Ну, понятно, но смотрите, нет, я как бы, меня вообще-то все устраивает, только мне нужны его паспортные данные. Хорошо, если хотите, можете делать не так. Если вам не нравится документ активации, вы его сами выбрали. Я вас не заставлял. Понимаете, есть регламент компании, которому я придерживаюсь. Я такие операции делаю более десятка в день. Если вы хотите зарабатывать, пожалуйста, соответствуйте регламенту компании. Делайте так, как, я говорю, вам нужно, как правильно сделать, правильно? Вы пришли к нам зарабатывать. И вы хотите паспорт какого-то человека, Рахманова Евгения Александровича, который будет обслуживать ваш брокерский счет, который будет вам помогать в конвертации. Ну, серьезно. Ну, если не нравится этот метод активации, пожалуйста, зайдите в WhatsApp, я вам сброшу ссылку, по которой вы сами все сделаете. Я уже вам предлагал, только вам ничего не нравится. Нет, давайте ссылку так же, что-то нормально. Ну, так заходите на WhatsApp, я вам с самого начала это говорил. Только вы просто, ну, цирк устраивали. Да какие тут цирки? Какой из меня цирк? Хотя в цирку я пошел, старый уже для цирки. Мне нужно набрать вас на WhatsApp, чтобы я мог вам написать сообщение. Ну, это самое. Так WhatsApp сейчас не работает, у вас же описали фамилия. Что-что? А вы, кстати, какая организация этого не сказали? Что за организация? Так, это не сказал, я же представился. Вы что, забыли? Магомед. Магомед, ну серьезно, мы с вами сколько общались, а вы так, ну, помимо ушей все пропускаете? Ну, как, как? Нет. Давайте откровенно, Магомед, чтобы я не тратил с вами время. Если вы хотите начинать зарабатывать, начинать торговать, мы с вами делаем активацию. Если вы не хотите, будете задавать очень много вопросов, которые не по теме, не нужны. Я не хочу с вами работать. Я зарабатывать хочу, конечно же, я очень хочу. Ну, все, давайте соответствовать регламенту. Я вам показываю, как вы будете делать активацию. Вы ее делаете, правильно? По правилам. Если вам что-то не нравится, я вам ничем помочь не могу, вы не сможете заработать. Рахману что-то мне не хочется деньги свои давать, он убежит потом. Так вы ему не отправляйте, это человек, который просто помогает вам конвертировать ваши деньги. Вы же не отправляли деньги? Мне кажется, я Рахману сейчас переведу на карту, он такой, о, заебись, и убежит потом вместе с вами деньгами. Ну и зачем? Ну просто нормально, что, 8600 нормально, можно в кафе посидеть. Ну и что? А подумайте логично, если вы через полгода будете зарабатывать 100 тысяч рублей, я комиссию получу сколько? 11%? Это выгоднее, чем сейчас украсивать 8600, как вы думаете? Выгоднее наебать человек 10 в день, и нормально. Почему? А не проще эти человек 10, поработать с ними полгода и зарабатывать намного больше. Нет, не выгоднее. А какая вы организация-то назвали, вы же не сказали. Так я же вам представлялся, Газпром. А, Газпром, это ЗАО Газпром или не ЗАО Газпром? Это Газпром Инвест. Какой ЗАО? А, так вы не Газпром, вы Газпром Инвест. Так и Газпром Инвест это инвестиционный центр, который предоставляет возможность нашим партнерам торговать на бирже. Вы на WhatsApp зашли? Я понял, как вас зовут-то, я уже забыл. Да вы все время все забываете, меня зовут Эдгар. Вот, слушай, сейчас вот кроме шуток, серьезно, мне уже заебало, голос вам. Ну вот... Да я слышал, что вы прикалываете. Да нет, подожди, вот сейчас, серьезно. Понятно, что не Эдгар. Ну, блядь, слушай, ну неужели ты, вот, ну, ты сам подумал, неужели ты думаешь, что такая организация в России, как Газпром, будет заниматься такой вот схемой, блядь, чтобы переводить деньги через кого-то на карту. Через кого-то на карту переводить деньги, чтобы за конвертацию. Ну а вы кто, что вы это говорите? Вы кто, что это говорите? Вы представитель Газпрома? Нет, подождите, Магомед, подождите, вы мне сказали, вы представитель Газпрома. Передай, мошенник, передай остальным мошенникам, что в Газпроме не Газпрома есть. Так а зачем вы оставили анкету? Зачем вы мне оставили анкету, чтобы время мое потратить? Магомед, 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 вы оставили анкету, чтобы время мое потратить или что? Я даже не хочу с вами ругаться, потому что... Так я тоже не хочу с вами ругаться. Даже в какой-то степени вас уже жалко. Магомед, вы меня услышали, то, что я вам сказал? Вы оставили анкету, чтобы мне время потратить или что? Как, как, вот там ты подумай, ну включи МОД. Вас заело или что, Магомед, вы слышите меня или нет? Пром, чтобы была такая схема, блядь. Во-первых, они не занимаются спизлистами, Тарас. Во-вторых, чтобы на карту перевести, как будто... Ну что ты, ну... Кому на карту? Ну это смешно. Так это корреспондентский счет, это корреспондентский счет. Это какой ты ерунду говоришь, послушай, ну... Ну серьезно, ну... Ну, 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 в хороших фердете заниматься. Ну, это уже смешно, понимаешь? Так вы сейчас ею занимаетесь, вы сейчас ею занимаетесь. Серьезно, послушай, как это говорит? Так вы ею занимаетесь. Серьезно, ну, смешно. Нет, мне, конечно, прикольно, понимаешь? Так посмеетесь, посмеетесь. Другие будут слушать тоже прикольно. Ну, слушай, ну, включи ты мозг, в конце концов. Ну, а иди ты работу нормально. Ну, это уже цирк какой-то, понимаешь? Ну, поверьте, я больше, чем вы, зарабатывал раз 10. Ну, какой зарабатывать? Хорош ерунду говорить. Ну, смешно все. Понятно? Ну, откуда вы знаете? Это ваше мнение? Это ваше мнение? Можете его скрутить в трубочку и выбросить сюда-то? Ну, это ясно. К сожалению, люди доверчивые находятся, которых получается у тебя и тебе подобно развести. Магомед, вы мне ответите на вопрос. Вы зарабатываете... Магомед, успокойтесь. Мне не интересно то, что вы мне сейчас говорите. Вообще не интересно. Ну, все, если не нравится, хотите зарабатывать, бросайте трубку. Ну, серьезно, ну, это такой бред. Бросайте трубку. Такой уже бред просто, ну, это... Да хорошо, бред, бросайте трубку. Ну, что? Найди ты работу нормальную. Ну, не позорься. Я тебе серьезно говорю. Продолжение следует...